Соглашение с Тайванем, специальные технические условия для комплекса UST в Белорусском санатории, проверка финансовой отчетности компании, разработка межгосударственных стандартов на струнный транспорт. Это Digest UST, где мы рассказываем о главных новостях компании – технологии. Госстандарт Беларуси внес изменения в план государственной стандартизации на 2025 год. В документ включена инициатива UST по разработке межгосударственных стандартов на струнные транспортные системы. Ранее план содержал три национальных стандарта, касающихся пассажирских и грузовых комплексов. После их утверждения компания инициировала переход на межгосударственный уровень с подготовкой ГОСТов, которые будут применяться в странах Евразийского экономического союза. Разработка межгосударственных стандартов является важным шагом для нашей компании. Данными документами мы выходим в поле межгосударственного технического регулирования, и тем самым ГОСТы позволят узаконить струнные транспортные комплексы и одну из их основных частей, а именно рельсовые транспортные средства – юнимобили. Проекты Проект транспортно-инфраструктурного комплекса ЮСТ для Тайваня, представленный ранее, был высоко оценен местными властями и специалистами Управлений транспорта, строительства и экономики. Стороны приступили ко второму этапу его развития, заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в Тайване Олегом Зарецким, генеральным директором ЮСКавери, и Мучи Хэнгом, руководителем компании SkyTaxi Limited. Соглашение закладывает основу долгосрочного партнерства, направленного на внедрение технологий ЮСТ в регионе. Я хочу сказать, что, конечно же, Азия в целом, и в частности такие густоназеленные страны, как Тайвань, это очень перспективный регион для представления, для применения струнного транспорта юнического. А наши решения, они позволяют именно внедрять инновационные технологии в городскую инфраструктуру, без ущерба для окружающей среды и с максимальной пользой для жителей. И, конечно же, мы очень рады представить в Тайинане, это один из крупнейших городов на Тайване, проект, который объединяет передовые инженерные разработки и в то же время сохраняет ландшафт природный и не нарушает культурное наследие и культурная традиция этой страны. ЮСТ получила специальные технические условия для проекта строительства рельсо-струнного комплекса на территории Государственного санатория Сосны. Они уже согласованы с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также утверждены заказчиком. При этом одобрен и дизайн Юнимобиля с премиальным интерьером и архитектурной подсветкой. Компания успешно прошла международную проверку финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Ранее также проводилась проверка бухгалтерской отчетности согласно национальным требованиям законодательства. Согласно проведенной проверке за прошлый год финансовые результаты деятельности компании и изменение ее финансового положения, включая движение денежных средств за год, соответствует требованиям международных стандартов. Это был Дайджест USD. Только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт, подписывайтесь на YouTube-канал и другие социальные сети, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры подогнали Симон.